Удачи, помрёшь, блин, деточка. Кнец. И всё, потихоньку мои танки всё-таки ползут. Главная база противника? Приятно. Три хода. Всё, по-моему, надо отступать. В принципе, за два хода долечу. Нифига себе, 80 хп. Вау. Вау, это больно. А, у меня хэвики есть. Классно. Оооо, нет. Танки прохилять, иначе они сейчас помрут. Два хода у танка оставалось. Всё, этим надо уже отступать. Семь ходов. Оооо, а что ж, выбиваем чё? Ну, Сэм. Не знаю. Понимаешь, я удивлён, что меня вообще кто-то смотрит, если честно. Поэтому всё нормально. К тому же, цирк, игры такого жанра, вообще мало людей смотрят. Окей. Захватили, идём дальше. И отдача на 40, да, хп? Чертовски больно. Ооо, да, бомбардировщик. Вариант номер один. Слить двузвёздочного истребителя, грохнуть бомбардировщик. Вариант номер два. Получить пичку от бомбардировщика, и тогда меня добьёт пехотинец. Ооо, почему-то один из вариантов, мне кажется, нерадушным. Хотя, может быть, есть ещё ряд номер три. Вариант номер три, ни от кого ничего не получать. Сделать вот так. Посмотрим, к чему это приведёт. А, понятно. Они заняли все базы. Окей. Прощай, двухзвёздочный истребитель. Бомбардировщик, бомбардировщик. Это было бы очень толсто, если что. То есть, один бомбардировщик пролетает на другие, сбрасывает на него бомбы, тем самым бомбит его. Довольно интересный ход мыслей. Мне понравился, кстати. А, на таран пойти? Ну, на таран это суицид. Это не бомбить. Это уже камикадзе какой-то. Шесть ходов. Сейчас ведь хэвика убьёт, нет? А, не, не должен убить хэвика. 5 хп где должно остаться. Да ладно, как прибил-то? Никогда ж раньше не убивал. Ну ладно, три хода. Успею ещё улететь. Трава цикнуть им окно бомбу? Ааа, тут не совсем. Видишь ли, тут юниты немного другого типа, поэтому... Кинуть им окно бомбу не получится. Ну, медика. Естественно. Кого ж ещё? Кого ж... А, стоп, так это хэвик был. О боже. Это был хэвик, оказывается. Ребят, вот просто посмотрите на них. Где у них может быть люк? Я не понимаю. У них не может быть люка чисто физически. Так, ну бомбер разберётся с этим. Окей. Ох, хана моему истребителю. Сейчас кажется, у неё топливо кончилось. И она упала. Печаль. Она была по 4-х звёздочной, кстати. Ну, вообще, это не люки, это просто их модули. Управляют ими именно те девочки, которых... Те девушки, которых вы видите. Да, чтоб тебя... Слушайте, достали. Просто нереально. Достали меня пытаться захватить. Беги! Ты будешь жить. Мы верим в тебя. Да, она будет жить. Не зря мы в неё поверили. Так. Пять ходов. Слушай, идите нафиг ты. Запарил уже пытаться захватить мейл. Ну, куда ей кидать? Вот, вот, вот. Это управляющий... Точнее, это... Тот, кто управляет этим... Не знаю даже, как-то сказать. Ну, в общем, она управляет. Достал он меня. Артиллерия, которая туда-сюда ездит, и мне мешает. Конец хода. Четыре хода. Пять ходов. Ты аркакст не можешь создать здесь один. Нееет! За что? Она была так молода. Она ещё... Она ещё никого не полечила даже. Эх, чёрт подстала. Клоны такие же, точно. Просто... Вот эти вот маленькие, которые у них, это как бы тоже клон, но не во всех модулях, скажем так. Они не сами управляют модулями своими. Не во... Не всеми. Фу... Так. Не знаю, бомбардировщика, по-моему, уже здесь не надо. Не так много. Четыре хода. Ну всё, она отрегинилась. Давай, давай другим уже. Четыре хреньфик. Почему ты... Неси заход и захват... Это не заводы. Вот это вот, это города. Они приносят только прибыль. А вот это... Вот так. Это аэропорт, это порт, а вот это вот заводы. То есть, вот они. Отображаются на карте вот так. И только в них идёт продакшн. То есть, это просто города для ресурсов, на которые я могу покупать что-либо. Окей. Окей, я не долетаю. Прощай, на звёздочный бомбер. Ну, вообще у меня почти 7 тысяч кредитов. Да, и мне действительно не нужны деньги. В принципе. К тому, что тут летает двухзвёздочный бомбер на 25 хп. Довольно забавно выглядит. Три хода. Дурацкая миссия. Дурацкая миссия. Дурацкая миссия. Дурацкая миссия. Успею. Ага, я атаковал, но это его ошибка была. Ух, два хода… Может и не ошибка, кстати. Может быть, это я с косячим… Нет, цели несколько, либо убить всех на карте, либо захватить вот этот главный штаб. Топливо кончилось. Ну, это будет сразу… Вышип, тут ее ничего не спасет от двухзвездочного. К тому же с бустом на ДПС по земле. Ничего не строить вообще, самолет не долетит. Эй, какой… Какой авто? Лол… Я случайно не то нажал. Они повышают характеристики. То есть, пять звезд, одно повышение. То есть, повышение – это бонусный ДПС, бонусный… Бонусная защита, то есть, грубо говоря, они апаются, причем довольно неплохо, если честно. Почему я случайно нажал на «и»? Печать – беда. means. … So I have to do my stuff… Это кто вообще? А, понятно кто это. Что происходит? Ну блин, я только два часа буду допусти. По-моему, не выбьем. 60 хп, вряд ли. Хм, наглость уже. Еще одного вангера создать. Это уже наглость. Петрубов, одно повышение. Ну по сути, да. Так это и работает. Болгарда захватывать, а я протупил. Хм, окей. 40 хп. 40 хп. 40 хп. Неплохо. Неплохо. Окей, медик. 12 ходов. Да не выбьешь ты уже, Хэвика оттуда, успокойся. Наркоман, чертов. Чтобы ты оттуда Хэвика выбил, надо что-то, чтобы произошло что-то сверхъестественное. А, здесь ХП оставит. А, нет, убил. Ну, приятно, приятно довольно осознавать, что эта штука не бесполезная. Конец. Конец. Конечно. Фух. Такая долгая миссия. Вот когда, когда я начал, я уже, по-моему, часы прохожу. 48 ходов. Испортил, короче, себе всю статистику в хлам. Опять. Ну все, следующий ход захватываем. Похоже, это еще одна победа белых, но, похоже, черная. Тоже старались, правда? Вот черт. Ну, уверен, вы собрали много материала. Не останавливайтесь, но достигнут. В следующий раз тоже постарайтесь. Бихара. 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 Слушайте, умеет Бихара подстегнуть ее. В следующий раз. Это будут уже показательные испытания. Э, показательные? А что с войной? Я войну уже выиграл. Мы позовем Смис Материкан. И продемонстрируем проект. Наследие. Ты же не против? Я не знаю, чего вы там добиваетесь, но делайте, что хотите. В чем суть была? Вернулись... То есть, тип Блэк, он вернулся, скажем так, с доработки. Естественно, что танки стали более бронированными, наносят больше ущерба. Ну, короче, все дела. Что-то типа моих лучших улучшений они получили. В общем, весело сейчас с ней будут играть. Это плотски утихи в конце игры. Да не знаю, не знаю. Печально, короче. Окупацию я мог намного лучше сделать. А, это все, это провал. Ранг Б. Ранг Брэк, 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 Брэк. Ну, это, по-моему, последняя. Насколько я помню, это последняя битва черных и белых. Потом начнется самое веселое. Нихара, ты слышал последние новости? Да. Ну, я думаю, что я думаю, что я думаю, что общественности расскажут о наших недавних достижениях в Брэк-Брэк-Брэк-Брэк. Тайной армии и о результатах испытаний между черными и белыми. Нихара. И, конечно, журналисты будут лоббировать интересы про черно настроенных политиков. Думаю, ты и сам об этом догадываешься. Если им удастся перед камерами выставить белых абсолютно бесполезными во время следующих испытаний, то они смогут получить подобляющее преимущество, и испытания станут просто фарсом. Но, в свою очередь, мы также можем уберуть это и свою пользу. Что за черные и белые-черные? Что за полстанцев я никогда не видел? Ну, сэр, ты, видимо, не каждый раз присутствовал на моем стриме, поэтому ты не знаешь, что такие черные-белые, хотя странно. Там вроде написано было. Вообще, в хентая, ребят, не обижайте, не обижайте меня. В хентая не любая дорога в постель, в визуалках. Есть и визуалки, которые можно пройти без постельных сцен. Тоже верно. Но риск слишком велик. Однако, с моей точки зрения, вы равны. Я не собираюсь принимать чью-либо сторону. Так что, я радуюсь. Вакобаясь на чью-либо. Ну что ж, на этих условиях я с удовольствием принимаю вызов Вакобаясе. Ну, а что конкретно-то значит? Следующий испытание не было похожим. Не на что другое. Эти полигонки были в хондоне телевизор, и вы не забыли, чтобы не забыли, чтобы не забыли, что данные полигона будут транслироваться на Матерком ТВ и будут на главную страницу Утреннего Вестника Архипелага. Неужели маркетинг-тантовщина, который может быть сильным, чем с профессионалом, могущественные военные? Это просто смешно. Если мы проиграем в следующее сложение, у нас возникнут большие сложности. Это будет поражение прямо на глазах общественности. Значит, все, что нам нужно сделать, так это сметь, сметь все на своем пути. Да? Да, нет. Верно, ведь мы тоже не собираемся проигрывать. Война на публике. Хм, если уж дошло до этого, меня наводит на мысль, что армия, правда, является частью сферы индустрии. Хм, это сложное слово для кого-то вроде тебя. Зато, если мы проиграем, нас выбрать из армии. Думаю, я могла бы стать фермером. О чем это то? Я бы смело отказалась от довязывания и отправилась в первичную отрасль. Я бы здесь сам могли комбайна и пахал бы поля. Что скажешь? Фермер тяжелый, тихотиец. Ну, не спорю. Хэви фермер. Я бы представляю, как это бы выглядело. Церна, а че не так? Хм, тебе идет? Да, Сука-сан, в то же время, ты могла с воздуха распилять пестициды. Н-н-нанде атаси-маде? Э, а почему я тоже? Мирный советский трактор. Чуть что с горблями по спине, но возможно, возможно. Если уж выгонят, то, скорее всего, всех вместе. Если мы команда, я уверена, что вместе мы могли бы вырастить много прекрасного. Ни за что. И после такого позора, вероятно, майора тоже исключат. А вот, я бы так не сказал. Я привык читать самый твой голос, совсем не может воздействовать. Смирись, ты не фуглим. Извини, Церн. Я вообще, на самом деле, когда буду играть в Хентайки, я женских персонажей озвучив вообще не буду. Это моё табу. Я в этом уверен. Давайте все вместе поможем сельскохозяйственной отрасли. А ещё, он станет моим мужем. Ты опять застарая? И почему и я тоже должен работать на поле? Это настолько безумно, что даже не смешно. И тогда, вы, человек, который знает меня лучше других, если это случится, вы женитесь на мне? Ну, ладно. Хорошо. Мужем, мусима. Если я, если я не спустя, я не сжал, если не у меня один, то ответа... Да. Записываешь, Штянка. Если после 70, я останусь холостяком, ответ будет... Да. Юрия. Ну, это артиллерия. Она помешана на взрыве всего и вся. К тому времени ты немного подрастешь, и, вероятно, немного поумнеешь. Рассчитываешь, что ты пересмотришь за мной старость? Курт только Кира, в смысле? Нет, я хочу отпраздновать золотую свадьбу с человеком, которого я люблю, и тогда чего-то ожидаешь от брака, всю жизнь быть рядом с мужчиной, которого я люблю, растить его детей и радоваться его успехам. Только он совсем не такой спешной, как Анкорд. Но извини меня, если бы я начал тут переводить как Анкорд, меня бы выперли со Скадва в два счета, потому что правила появились здесь не так давно, ладно, неважно. А потом, я думаю, что это не так давно, и я думаю, что это не так давно. Зачем это мне говорить? Что это вообще за слово? Нет, я чую тут подвох, я не скажу его. А еще мне кажется, что тенденция поздно жениться будет расти с года в год, поэтому золотые юбилеи будут происходить все реже и реже. Ну, не остались на полпути, и желаю тебе удачи. Да! Да, его дальнейшую шсуба балансирует на крылью пропасть. И, как обычно, единого намека на взволнованность. Нет, правда, майор? Ящие волнения. Мы все собираемся выйти и растопрать черную серию. Хм, ты... ты похожа счастлива. Кипящая кровь заставляет меня бросить вызов разуму. Кипит от ожидания неизменной любви коллегам. Когда я только начал общаться с ними на одной волне. Это зовется амбицией? О, боже. Что сейчас было? Так. Ну... Блин. Даже не знаю. Хисоку надо вот этот костюм покупать ей. Блин, но я на него не накоплю. Просто не накоплю. Он влюбился в хисоку, но она довольно веселая. Хисока это что за боевая яйца? Хисока это... ээээээ.. ээээээ… Этот... сын... эээээээ… Короче, военно-морские силы это. То есть подводки... Эээ. Подлодки, извиняюсь! И...ээээээ… надводные морские суда. Блин, жесть.. 139. очков 111 очков только 23 очка я довольно часто использую судя по всему защита выше что повышать ну ладно поехали нет я лучше обычную подлодку сделаю хотя и к на маде на сенсеки у вас и тэ синтюни к конкурива на него шкаке декорка моток мотте скисом отдадить школьный купальник да есть такое внимание в этот раз забудьте о всех победах до этого дня и просто подвигайтесь особой осторожности нет нужды говорить что они что они что-то прибегли до нас майор у нас неприятности дуса что случилось майор помогите нам пожалуйста что с этим место высадки самым началом все карты на стол значит я не оценил ее хуже у меня есть хватка но это же крайне справедливо похоже у них тоже тяжелые времена как бы есть мать тебя за пятую точку хорошо понимаю если ты собираешься зайти настолько далеко иначе нет нужды в сострадании к твоему с трудительным положением я сломаю тебя бессмысленно и беспощадно я не понимаю вас майор разве вам неизвестно понять человека значит прости ни в коем случае мое сострадание за резервировано для механиков перед которыми придется ответить если вы в конечном итоге окажется куча винтиков в круге металлолома чаще всего бывает наоборот чем больше вы понимаете врага тем сильнее вы его ненавидите сказал как будто русском будьте говорил возможно почувствуйте гнев и пусть он увеличит ваши силы вот так я порву их площадь бомбами ярости хорошо тогда я тоже постараюсь начать испытательное сражение аааа это это так такая маразматическая карта блин слушайте карты все маразматические и маразматичные серьезно короче линкор надо сюда подводить выбивать их здесь сюда надо лететь вертолетом отлично тут тут еще какие-то пушки стоят скорее всего анти аэр или а или ну вот это судя по всему анти этот скорее всего противоназемная сам последняя сохранись да она не пацифистская она просто наркоманская пехота так ну здесь надо все выбивать блин это жесть просто и рашить до сюда просто в наглое так погодите я не посмотрел них авиация то есть нет у них нет авиации это хорошо меня уже радует сходить это вместо масла подливает спорный вопрос нет им танк сюда отправлю ... блин это жесть было врагов нету опа врагов нету даааа так конечно нет врагов расслабился Просто на секунду расслабляешься И получаешь тычку в пятую точку Да выбивайте вы долбаные ежи уже, пленский Здесь важная позиция, тоже я надо быстро занимать Ох, конец Что у них там, авиация Времяться у них ничего пока нету У меня по-моему тоже ничего нету Ну, десантник тут все не преодолеет Ну, он и там пихает Что-то вовсю гоняет Ну, а вот и танки Ну, по идее так Я не знаю на самом деле, как ТРК переводится Ничего, говорить по этому поводу не буду Ну, 30 Ну, слушайте, по-моему, танки таки как были слабыми, так и остались слабыми довольно А есть смысл мне что-то прорваться-то, нет? Или я грибу по полной? Хороший вопрос Здесь интересные места для заводов есть Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, но сваливай его Бах Все Пора отсюда сваливать Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Нет, надо стратежно выбивать нет там уже не надо, потому что танка там не требуется медика надо выбить авиация-то не появилась сейчас, я б не появилась хорошо ой лол у меня же аэропорт нету понятно я-то понять не мог в чем подстава теперь понял на, у них тоже пока аэропортов нету паспорт нету окей Да, жесть, меня хэвик просто с одной тычки. АТ, ну это тоже как бы своеобразный левелап, просто он там так отображается как АТ. То есть когда плоско АТ достигает максимальной отметки, происходит автолевелап. Да, слушайте, как-то печально это все. Хоббер, конечно, аптнется сейчас, начал захватывать, пока нет. Ну все, танки на позицию вышли. Теперь будет попроще. Я, короче, протупил. Надо было изначально просто брать два танка и прорываться в упор. А я тупанул. Не знаю, возможно перестарт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, подлодка! А, нет, все окей, у меня есть бомбардировщик. Я уже думал, удаляй. Слав тебе, господи, что не удаляй. А это тактическое место, там два аэропорта. Кто его захватывает, тот потом и тащит. Ну, потому что здесь, по-моему, всего четыре аэропорта. На карте два здесь и два вот здесь. Но к этим двум, как бы, дрогнуться нельзя вообще никак. Разве что вот поэтому. Послушаем. Это тоже не вариант. У-у-у-у-у-у-у-у. Как? Как он меня увидел? вот просто скажите если коп не читер то кто он как у как он вот здесь вот в окружении скал он увидел мой корабль и долбанул по нему причине корабль мою артиллерию и не долбанул по ней как называется все они начали захватывать сейчас начнется моя боль они не доплыл может дабл дробь замутить да еще про выдрогнуться здесь разве что судно удалось ставить место удобным не назовешь а это анти аэру там везде стоит у сам на сутмарина вот все сейчас захватит и и сразу пойдет истребитель это я знаю точно у меня есть примерно ходов хода 4 чтобы его опередить потом будет просто ударяй 4 хода началось откуда откуда вот он атаковал вот Субтитры сделал DimaTorzok Что, авиация появилась, нет? Она только захватила. Еще не появилась. Психодол. Мы тебя практически сольем сейчас. Что он там создал? Что он там не создал, я попал. Тактически, конечно, сольный вертолет создаст и захватит все это. Я попал тоже. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Давайте выбьем теперь моих. Мне ж базы не нужны, блин. Я ж слабый. Два хода. Нет, бомбардировщик для меня технически важен. Его потеря мне укнется сильно. Хм, интересно. Хм, интересно. Я могу просто радомно оттаковать. Нет, не могу. Что я мог радомно оттаковать? Вот, вот, вот это зараза. Я не могу. Я не могу. Я не могу. все выбило танк 1 хп 1 хп танк затащил она если захватить второй аэропорт может быть сразу удалять даже не смешно будет 9 ходов а вот там ускорили а а а а а а а а Иди нафиг отсюда, своим батлшипом Что там лютый пипец? Я, по-моему, не успею выбить, он захватит аэропорт То есть будем играть два аэропорта на один, да? Это очень паршиво Причем, ладно бы два на один играли Проблема в том, что у меня даже одного нету Так это даже его не... Всё плохо Это даже его не та... не то это короче захватил он аэропорт я его не увидел да ладно медик медик ты выжил медик медик ты бог ты затащил что это суицер суицер Давай, медик, я верю в тебя Нет, медик По-моему, это потрачено Если честно Он там ускорило, гадина Конечно, сражение невозможное Бла-бла-бла Левел ап Окей, давай попробуем так Нет, удаляй Я прослопочил Причем дико просто Несколько для меня способ Это, короче Вот сюда вот высадить Как-то пытаться Затащить 8 ходов Субтитры сделал DimaTorzok Ну, медик-то там отдефается, я даже не сомневаюсь Два хода-то он точно выдержит Вопрос, когда они смекнут, что им истребители нужны? что извините два танка нет вы серьезно нет конечно понимаю что что это болинский два его танка но это близкие два танка еще не вариант надо высаживать всех там на это десантный катер у меня вся надежда 5 ходов гуф нас умеет просто танки даже не вариант вообще хоть арту не подводи туда о да 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 ракетная установка конечно это же легко я буду сейчас просто моему катеру танки ах вы ж грёбаные танки где вас только берут спадайте не раскидавить вероятно могу сделать вот так не сломать ему силы хитрые маневры а слушайте да я и танков не потеряю сейчас этот танк отхиляется эту 6 ходов но он тоже сейчас отхиляется все нет все и так плохо я думаю меня больше интересует где здешние танки вертолет 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 полетели танк на 30 ходов в принципе можно пробовать затащить при вертолет на 30 ходов полетели гордон на 30 у партнер полетели Скурить Потому что надо вертушки сначала сюда прилететь Взять этих, потом пролететь сюда Отбить, потом сюда И уже отбивать вот эту штуку Хорошо Хейк, по-моему, не дойдет Хотя Если совсем обнаглеть Вообще, я эти подлодки построил против Линкоров Подлодки довольно плохо работают То я и боялся Что мне минус медика сделают Да пофиг Как говорится, нам все пофиг Главное, чтобы дроп Каким-то чудом Дожил Да ладно, достал что ли Стратег великий Сколько там ходов осталось? Пять Нет, удаляй Надо подлодку бомбить Иначе она мне раздаст сейчас Странно, что он остебителей не строит А, нет Сломаю вот эту Там ничего особо-то и не сделает Сейчас я потоплю уже Ну хэвика ты убил, молодец А, 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 а Сразу Стребитель начинать производить Потом я чую, будет поздно уже Три хода Танк на последнем ходу просто успел На предпоследнем ходу Заехать в горы, чтобы заправиться Анти-ленд, анти-аэр Ну там две анти-ленд Один анти-аэр Окей А вот и танки Окей Раз Два По-моему зря он это задумал Не, конечно я понимаю Все равно зря Так, 17 ходов Танки там уже не понадобятся Три хода Три хода Окей, я долечу Все, ребята, сели Прорашить Хм, а я же отсюда прямо в порт Мог бы ему высадиться Интересно О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Как-то Я хлашунулся немного Сейчас Монти воздуха-то нету Скоро нету Окей Странный ход Во всяком случае Мне артиллерия-то подошла Воаааааа Гадина Черт Стр they all Продержится Еще немного Компортировщик. ТРК. Скончить. Но это уже не уйдет. Хотя, кто его знает. Так, 20. Никого не заметил. Схода. Слезочный бомбер. Ступай. Снежка, строй прям. Ну, возможно. 17 ходов еще хватит. 4 хода. Не уверен, что линкор вообще хоть будет там поддержку сможет оказать. К сожалению. Ну, ладно. Что он там по воздуху-то? Вообще еще не строит, что ли? Пошли, что он сейчас по-моему построил? Помню, вертушка была. А, бомбер он построил. Классно. Как мы, истребители пригодились. Ого! Ого! Оказалось. У меня достала. Ихняя артиллерия. Оказывается, нет. Ну, упивай, упивай. Она уже свою миссию выполнила. По-моему, куда бомбер полетел. Что-то меня напрягает. Знаешь, что он где-то... А, вон он. Что он пошел моих кромсать. Понятно. А, вон он. Криво он и вон вверх. В принципе, мне... Игами-то все в порядке. Где-то, блин. А он, по-моему, анти-ленд. Маячит на горизонте. Хо-хо-хо! Нифига сего, анти-ленд на зону обстрелы. Жесть. Субтитры сделал DimaTorzok. Винк, в смысле ты еще долго? Вы меня в цивилизацию что-то хотите позвать? Так, анти-air, анти-land. Бах! И нету танка. Ну играть я скорее всего в этой партии не буду с вами играть. Ну если и буду, то я буду скорее всего только ближе, не знаю, поздно ночью. Не будет силы, ты только что обломал кому-то жизнь. Лол, 9 хп снял. Моя атака настолько беспощадна. Моя атака настолько беспощадна, что я снял 9 хитпоэтов. О боже, как они житель будут жить. Блин, не угадал. Блин, не угадал. Это ракетная артиллерия. Это ракетная артиллерия. О, так называемая. Один хп. Окей. Что, ответ? Ответку мне вешать никто не будет, да? Я так понимаю. И куда он смылся? Куда бомбардировщик смылся, я не понял. Странно. Долбанный бомбардировщик смылся. А, вон он. Что мой порт? Господин, вы упоротые. Где там у него батлшип? Я не понимаю. А, вон он. Конечно, конечно. Я дам ваше ракетное артиллерии меня побить. Но не в этой жизни. На это будет долго. Я просто запарюсь выбивать их оттуда. Нет, ну как, конечно, можно подплыть и к ним? Под лошипами? А, так это не один. А, ну все, понятно. Он начал бомберов массово. Клепать, понятно. Все плохо. Ну ничего, мы тоже так умеем. Клепать, понятно. КОНЕЦ